Праздник милосердия и добра. Одно из самых значимых духовных событий в мусульманском мире отмечают и в Алматы. Тысячи верующих сегодня отправились в мечети, чтобы совершить айт-намасы и принести жертву. По традиции мусульмане поздравляют друг друга, желают благополучия, помогают нуждающимся и приглашают гостей за праздничный дастархан. Подробнее о том, как проходит Курбанайт в Алматы, расскажут наши коллеги из центральной мечети. С нами на связи Александра Салмина. Здравствуйте, Арстан. С самого утра в центральной мечети очень многолюдно. В 7 часов здесь прочитали айт-намас. Праздничная молитва собрала около 7 тысяч верующих. Позже они отправились принести жертву. Вот вы видите, и сейчас очередь не заканчивается. Мужчины, женщины, люди абсолютно разных возрастов, все хотят помочь нуждающимся, накормить их. И вот сейчас рядом со мной на ИПМАМ центральной мечети города Алматы Руслан Хайргельде. Я хочу поговорить немного о значении Курбанайта. Руслан Балатулла, скажите, пожалуйста, что для верующих в этот праздник самое главное, самое важное? Ну, во-первых, конечно, мы от всей души хотим поздравить всех мусульман нашей страны, всего мира с этим светлым, священным и поистине добрым праздником, как Курбанайд. Мы сегодня стали свидетелями того, что мы знаем, что священный праздник, праздничный намаз, проходил в 7 часов утра. Но, несмотря на раннее время, уже в 5-6 часов мечеть была практически заполнена людьми. И что отрадно не только старшие поколения, но и молодежь, дети приходили со своими родителями, с бабушками, с дедушками. И практически уже в 6-30 мечеть была полностью, практически вся территория была переполнена. И мы, конечно, в свою очередь тоже на территории мечети организовали разного рода спортивные мероприятия, традиционные игры, как ассахату, гиревой спорт среди молодежи. И, как вы видите, установили юрту для того, чтобы старшее поколение гостей, прихожане могли прийти, просто зайти и отведать праздничного Дасархана. И что очень радует нас, сами люди, сами прихожане, когда приходили мечеть, приносили с собой разные угощения, традиционные блюда, как баушах, конфеты, и угощали друг друга, поздравляли друг друга. И самое главное, мы должны понять, что Всевышний Аллах говорит в Куране, «Спавелевает нам фасоль лили роббика ванхар». То есть поклоняйтесь своему Господу и совершайте жертвоприношения. И в другом аяте Всевышний Аллах говорит, что ни кровь, ни мясо жертвенных животных не достигнет Аллаха, однако достигнет довольство Всевышнего Создателя, достигнет только богобоязненность, благочестие и искреннее, правильное намерение всех людей. И поэтому мы призываем всех людей в этот светлый праздник именно поздравлять друг друга, забыть просто-напросто все прошлые обиды. И это великая возможность начать, скажем так, жизнь с чистого листа, ибо сам пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, салям, приходя на праздничный намаз, а уже наобратно домой он возвращался по другой дороге. Почему? Мы знаем, что он просто посещал родственников, знакомых, поздравлял их, и тоже давал своего рода наставления всем близким. И поэтому мы тоже призываем всех мусульман проявить терпение всем другим людям и поздравлять друг друга, и простить еще другие ошибки, и простить друг друга, и в этот священный праздник делать побольше благих дел. Именно перед тем, как приносить жертвы на приношение, и именно сделать правильные намерения, а еще мы советуем, что по суни пророка Мухаммад, салаллаху, одну часть раздать нуждающимся людям. Одну часть обязательно раздать нуждающимся людям. Почему? Потому что это непременно заближает нас к нашему Создателю, ибо само слово «курбан» означает то, что приближение к Аллаху. И мы тоже, в свою очередь, пользуясь случаем, скажем так, на третий день священного дня праздника «курбанайт», мы объявили сбор и решили от имени духовенства, от имени всех мечетей города Алматы собрать более тысячи школьников, учеников с родителями и сделать им такой небольшой подарок, как все самые необходимые школьные принадлежности, подарки. И желаю, чтобы Всевышний Аллах принял наши благие поступки, благие деяния, и еще раз праздникам все. Спасибо большое. Пока это вся информация из Алматы. Спасибо. Вам спасибо. О том, как отмечают «курбанайт» в Алматы, нас информирует Александра Салмина.